Можно же вызвать Ваше филарическое ненавистье Мустафу Джимилеву как личность, не как председатель, а тем, что Вы сами собственноручно с инвалидной коляски сбросили, так скажем, это чучело, которое символизирует, да, по Вашему филару Мустафу Джимилева. Хотя я вот как помощник его, по просьбе же Ваших родственников и близких людей, отправляла сама неоднократно, когда-то во все инстанции Украины. Первое, это с Вашим журничеством, что было свято. Покороче, покороче, вопрос, покороче, пожалуйста. И следующее, то, что было свято. И регламент от одного журналиста, куча вопросов, как бы, здесь много журналистов, чтобы все могли задать свои вопросы. Нет, давайте я все-таки отвечу на вопрос, потому что вопрос касается меня. Регламент соблюдайте, пожалуйста. По два вопроса максимум от одного журналиста. Честно говоря, в самом начале пресс-конференции я бы предупреждал, что среди журналистов будут провокаторы, которые будут переходить на личность. Которые будут закладывать в вопросы заведомо провокационные моменты, направленные к личности. Лиля, я теперь отвечаю на Ваш поставленный вопрос. Значит, мы не против Мустафы Джимилева. Что касается чучела, это символ того, что крымские татары сегодня в лице сожжения, то есть чучела Мустафы Джимилева, мы отказываемся от того прошлого. Почему Вы флаг не сожжили в этой связи? Почему флаг не сожжили, если Вы загадываете? Я понимаю, что меня не сожжили. Вы обещаете, наверное, что вы обещаете. У меня есть два кода сожжения чучела. В ходе последних вот этих лет акций изменной я принимал активное участие в этой акции. Я выезжал в Киев на 100 дней. Я вел эту акцию, один из медиков был. Когда мы сто дней стояли возле кабинета министров, Мустафа Джимилев приезжал к китайскому посольству. Проводили там на двух автобусах акцию протестов против китайского посольства, что уйгуров нарушаются права в Китае. Ни один, никто не подошел, ни Мустафа Джимилев, никто из этих членов акции не подошел, не поддержал нас. Когда нас избивали там, никто не подошел со стороны Меджилиса, никто не подошел, не нашли лидер в то время, Мустафа Джимилев, в который мы верили. И на тот день я в своем сердце сжег это чучело. И для меня перестало существовать само имя это, как лидера. Я понял, что каждый крымский татарин в своем сердце должен сжечь это чучело. И только так мы можем идти на новый, взять новый рубеж. И жить на развитие своего правительства, на своего народа. Почему? Когда приходит, был Гучма, мы, наш народ вел борьбу с этой властью. Мы выходили на дорогу и перекрывали. Все, понятно, мы только приехали, мы еще не обустроились, мы еще не были в этой политике. Пришел Ющенко, поморачивый лидер. Он стоял рядом на трибуне с Ющенко, он стоял рядом на трибуне с Тимошенко, Луценко, Мороз, все лидеры стояли там. И в этот момент приходили нас, били на Балаклавской, нас стреляли на Эпетре, взрывали руки у Хаирова. И никто не отвечал за это. Это была власть, которую мы поддерживали, за которую мы голосовали. И почему, я хочу сказать, когда пришла новая власть, власть региона, когда в Дубках вышли, это уже после выборов, выборы в Верховную Раду были, и приехал туда Римзи Ильясов, Мустафа Юмилев, и они призывали народ выступить против власти, против президента. Почему? Когда прекратится наш народ стравливать с другими народами Крыма? Мы что, приехали сюда воевать на родину? Мы приехали сюда созидать? Мы приехали сюда выращивать сады? Копать колодцы? Растить детей здесь? Понимаете? А нас опять гонят на площади, на протестные массы.